добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи обзор рынков фиба групп и с нами сегодня аналитик компании фиба групп роман шевченко роман добрый день добрый день битвы сегодня идут большие активные спор по фунту спор по золото так день безумно интересный ждем от вас как вы видеть рынок какие у вас торговые идеи день достаточно сложный я бы так его отметил характеризовал открыто у меня на сегодняшний день достаточно много позиций сказать что очень хорошие или очень плохие нет но больше даже так нейтрально небольшой плюс но особо движения нет ни в одну не в другую сторону это конечно хуже всего лучше скорее всего даже возможно лучше получить короткий стоп выйти с рынка как бы и нервничать не ждать чего-то там такого я честно говоря не люблю такую неопределенность когда открыл сделку получается у нас 15 по москве я открывал основные позиции в 8 утра и сейчас там буквально по несколько пунктов прибыли в картой позиции мне такая ситуация не очень нравится но начнем мы с вами по традиции да наверно с новостного фона европа так себе отреагировала не очень активно на статистику поступающую еще одну секундочку календарь по германии вышли более-менее неплохие данные по промышленному производству но не то чтобы прям уж там дорос по фунту нет я скорее всего склонялся конечно же публикации очень слабых данных соответственно на этом фоне мог бы фунт пойти очень-очень хорошо вниз этого не произошло перейдем на терминал я покажу какие торговые решения принимал в тот момент я ну и соответственно почему сегодня чего осталось ждать конечно же отчета по рынку трудов в штатах и больше все-таки я наверное ставку ставлю именно на нефть соответственно отчет по рынку нефти перейдем на терминал расскажу почему это основные события которые жду в принципе вот данных по ВВП с Великобританией не сильно там жду каких-то мощных циновых движений причем потому что на этот это не квартальный отчет это достаточно мне кажется слабые данные в каком смысле слабые сила влияния на рынок и будет очень слабым поэтому я не определяю им очень большое внимание конечно же буду отслеживать их изменения но рассчитывать на то что прям что-то кардинально изменится я не буду переходим к терминалу по традиции начинаем с индекса доллара США сразу же даже не вооруженным взглядом не проводя никаких там аналитических действий мы видим с вами некую неопределенность оттестировали значимый уровень сопротивления еще в понедельник я говорил что я жду именно движения к этому уровню мы пришли протоптались в этом уровне пробоя к сожалению не пробились точнее был ложный пробой пробиться мы не пробились вверху и не продолжили рост это в принципе видно и по всем основным валютным парам где доллар корректируется против большинства инструментов но сильного снижения именно доллара нет переходим на валютную пару евро-доллар первое что именно торговал евро-доллар достаточно активно торговал вы видите ну я торгую только зеркальный уровень я торгую только один торговый сигнал это зеркальный уровень он у нас появился сформировался минимум мы пришли очень успешно очень хорошо к максимуму протестировали его с обратной стороны этой туры но как такового хорошего движения вниз нет стопы без убытки но до прибыли еще очень-очень далеко до нормальной хорошей прибыли первая цель понятно это 1.10.35.30 но сказать что это какая-то там серьезная цель нет основная цель куда я жду это 1.09.70 1.09.80 даже что ближе к рынку возьмем что касается фунта получил я стоп давайте делаем крупнее также входил я первый раз на вот этом пробое пошел вниз сместил стоп лосс ниже цены открытия получил у меня вынесли с этого открыл вторую сделку первая сделка у меня перенесла там плюс 2 или плюс 3 пункта но все прекрасно понимают что это не цель это значит я называю такую ситуацию вышел в без убыток вышел просто напросто вновь повторно вошел с риском все на все 18 пунктов меня опять таки выглядело и сейчас топшимся над этим если мы возвращаемся ниже отметки 1.30 лучше все как минимум отметка 1.90 если мы протестируем нужно будет постараться войти в короткую позицию соответственно первая цель 1.28.70 это что касается фунта если мы уже ниже не пойдем то в дальнейшем уже будем присматриваться к покупкам но пока что еще не готов я говорить о покупках фунта может быть где-то выше скорее даже будем присматриваться к дальнейшим продажам если же статистика по штатам выйдет хорошая то шансов у этой валютной пары будет достаточно мало для продолжения года и буду рассматривать повторные продажи канадца продавал от зеркального уровня также я говорил в понедельник мы встречали что в в этих вот где-то вот здесь я продавал соответственно вот повторно я от этого уровня продал в этой точке сейчас топ без убытки первая цель даже не эта цель немножко другая сейчас вам покажу вот от этого максимума это как раз ровно тысячу ну 1.29.20 это первая цель но все-таки честно говоря рассчитываю на более мощное снижение хотелось бы увидеть 1.28.40 доллар-иена ну вы же видите у меня следующая валютная пара доллар-иена сейчас даем доллар-иена и евро-иена в принципе там одинаково единственное что по доллар-иене я вошел в позицию по евро-иене не вошел доллар-иена также сильный сигнал очень хороший сигнал мы с вами получили отметка 101.40 мы вернулись к ней не знаю есть смысл нет смысл вам его повторять вот смотрите очень сильный зеркальный уровень протестировали подождали даже самых ленивых ну давайте сделаю крупнее чтобы вам уже действительно было хорошо видно 1 час 2 3 4 5 6 7 часов мы топтались под этим уровнем ну как бы все кто хотели все продавали единственная проблема мы не пошли активно вниз вот это действительно проблема хотелось бы увидеть уровень в 100 ну где-то там 102 может быть 115 120 125 плюс минус 10 понятное дело что 100 2 0 я не ждал но хотя бы взять от этого уровня фигуру можно было без проблем к сожалению мы не пошли сейчас топимся также вот я специально отметил под важным уровнем стоп лосс у меня находится ниже цены открытия на 7 пунктов мы я открылся не именно 1 что 1.40 я открылся по цене 101.32 или 33 не помню точно где-то в этих пределах сейчас там на несколько пунктов стоп лосс на 7 ниже соответственно если мы вырубимся выше этого уровня мы его видим тестируем если вырубимся выше то скорее всего уже будет обновление и 101.40 и впоследствии тогда уже будем смотреть динамику движения возле уровня 101.70 101.75 вот эти вот массы но уже тогда наверно продавать и не буду потому что пойдет у нас череда из минимума максимума которые каждый из которых выше предыдущих вот первый минимум второй минимум если у нас будет череда из таких вот максимумов видим два минимума и два максимума уже есть повышающихся если следующий максимум будет выше предыдущего соответственно уже речь идет о том что настроение изменились на рынке поэтому нужно будет скорее уже присматриваться к покупкам но это уже второй уровень вы перевернулись хорошая позиция я так понимаю уже в покупку да но пока что еще рановато в покупку по одной простой причине мы торгуемся под важным уровнем смотрите у нас есть хорошее зеркало если мы пойдем вниз пробьем уровень 100 и 7 и оттестируем его с обратной стороны вот такой сценарий но для меня это был бы сценарий просто наверное идеально вот так вот это было бы просто замечательно и далее уже пошли вниз на данный момент еще скорее не определенность чем сигнал на покупку по крайней мере сигнал на покупку я не вижу конечно можете мне сказать что вот мы сейчас вернулись на вот этом этапе уровню поддержки значимому сформированным еще вот здесь и пошли вверх но для того чтобы продолжить движение вверх нам нужно пробить ну 101.20 101.15 вот это вот область этого пробоя нет скорее неопределенность чем сигнал на покупку так как я продавал еще достаточно высоко не выходить с позиции не разворачиваться я еще пока не вижу смысла по евро иене не смог я войти сейчас покажу почему ждал отката вот сюда не дошли буквально немножко видите аналогично приблизительная ситуация немного не дошли но аналогично по евро иене нет снижения сигнал был сигнал был неплохой больше то мы пробили 111.50 все уже указывало то что мы зайдем ну хотя бы 110 у меня была цель честно говоря 110 даже на 50 центов выше чем вот этот минимум но к сожалению не набрали австралийцы смысла нет смотреть индекс модели золото нет золото мы оставим напоследок лучше поговорим о рынке нефти более интересная ситуация сильный уровень оттестировать оттестировали ну это вот эти квадратик я сейчас уберу они нужны были я просто аналитику писал с этого терминала смотрите ситуация по некому покупал в этой области сегодня утром покупал ну думаю объяснять особо нет смысла сильный уровень долго топтались первый раз пришли отскочили второй раз сейчас делал кухней чтобы всем хорошо видно было смотрите 3 часа топимся под этим уровнем пробиваемся и 5000 часов на уровень ну понятное дело сигнал хороший на покупку тем более был ложный пробой но честно говоря я обходил еще долго еще покупал вот здесь 4750 средняя цена покупки чуть выше получается на 10 центов стоп без убыток но дальнейшего движения нет вопрос сейчас покупать или продавать скорее покупать по одной простой причине у нас есть каждый следующий минимум каждый следующий максимум выше предыдущего не видим снижения ниже 4780 4785 вот этот максимум вот максимум все прекрасно видят при этом сейчас уже покупать но не то чтобы я не советую в принципе рынок смотрится более обычным если продолжится снижение сокращение объемов запаса в нефти в штатах то конечно же рынок продолжит рост но есть очень важный уровень сопротивления вот обратите внимание вот где сформирован уровень сопротивления топтались в этой области смотрите вот приходим сюда приходим раз и вот здесь приходим второй раз к этому третий раз то есть сейчас мы с вами от тестировали очень сильный уровень сопротивления 48 ну там не два нуля там 48 05 48 08 плюс минус вот так это сильный уровень скорее всего если мы его пробьем то будет хорошее движение движение будет цель у меня ну там на самом деле у меня три цели вот здесь первая я вам буду прямо отмечать по каким уровням я смотрю 2 и вот 3 вот это вот три цели которые сейчас я смотрю или вот вы переворачиваетесь в одну во вторую сторону я так понимаю валютная пара доллар и доллар и иена поздновато уже сейчас открывать по рынку сейчас нет ни в одну ни в другую сторону сигналов равноценен риск как в одну сторону так и в другую давайте хорошо еще на секунду вернемся валютную пару доллар и иена а если вы как я входили взяли часть профита ну и да если сейчас получите уже стоп то в принципе вы особо ничего не потеряете тогда в таком случае да в таком случае абсолютно мое мнение правильное решение потому что я в такой же самой позиции как и вот ну думаю по нефти в принципе разобрались хотелось бы хотелось бы увидеть вверх движение но увидим продолжаем топтаться я думаю что еще ближайшие там сколько через два с половиной часа да статистика выйдет пару часиков мы еще можем потоптаться может быть сходить к отметке 47.75 вот в зону накопления видите вот здесь была очень хорошая зона накопления можем еще сюда сходить может быть ложным пробоем ну не по крайней мере так бы хотел и пойти вверх первая цель 48.7 вполне достижимо сегодня далее ну там 48.85 49.20 ну что касается рынка нефти если же произойдет такая ситуация что мы обновляем 47.40 вниз ну в идеале конечно даже там где-то 47.30 то говорить о дальнейшем росте ну наверное уже не придется будем переходить на дневочку и ждать обновления вот этих вот меню уже нужно будет активно продавать давайте все полностью уберу чтоб вам не мешало и тогда мы уже будем говорить о том что нужно будет продавать вот от этих вот уровней вниз и уже тогда будем смотреть исключительно продажи и это уже тогда сейчас смотрится как перевернутый треугольник или же поджатие по техническому анализу называйте как угодно кто как любит то так и назвать что творится с золотом общались мы достаточно активно по золоту когда она находилась в этот момент я говорю о том что пробой этого уровня является очень мощным сигналом соответственно и сейчас на что я все таки сейчас рассчитываю несмотря на то что золото не очень сильно люблю как вы знаете я рассчитываю все таки на пробой хороший пробой вниз золота почему потому что мы имеем с вами что иное как поджатие ну можно конечно постараться нарисовать нисходящий канал но я каналы не особо люблю поэтому я склоняюсь потому что это поджатие и мы все таки скорее всего пробьемся вниз и будем снижаться что может помочь золоту пойти вниз естественно хорошая статистика по штатам и в принципе в какой-то степени если все таки запасы нефти увеличатся точнее сократятся сократятся то конечно же интерес перейдет на сторону нефти и мы с вами получим некое ослабление для золота я все таки сейчас склоняюсь в долгосрочном периоде да у золота больше шансов для роста но нужна хорошая коррекция в идеале от текущих значений увидеть коррекцию к отметке 1342-1342-1343 это идеально вот такая вот ближайшая цель говорит о том что мы изменим тренд по золоту но скорее всего нет первая коррекция к этим минимуму может быть даже будет более глубоко к 1310-1350 я все таки жду пробоев вниз по золоту посмотрим если будут откровенно плохие данные по рынку труда в штатах то конечно же золото продолжит рост но не исключаю что ситуация на рынке труда будет более менее неплохой и соответственно золото может обвалиться вниз если будет обвал то вероятность того что он будет достаточно импульсивный очень очень большая если есть еще вопросы задавайте обязательно пожалуйста коллеги ваши вопросы роман у меня вопрос я сейчас внимательно смотрю на индикаторы которые обсуждали вот вижу что число первичных заявок на получение пособия по безработице в америке начаться через 11 минут уже озвучивается 268 тысяч было ждут 270 а вот фиба групп не делала никаких может быть вы специально смотрели на этот на этот индикатор или может быть и вы самостоятельно смотрели как вы думаете действительно может быть повышение в америке этого индикатора число первичных заявок на получение пособия по безработице ну 2000 измерение 2000 роста или снижение на 2000 но вы сами прекрасно понимаете это ни о чем это по большому счету это даже не изменение если мы увидим отклонение минимум хотя бы тысяч на 20 вот в таком случае вот собственно мой вопрос у меня такое впечатление там бизнес идет нормально экономические показатели вроде нормально идут мне кажется наоборот будет снижение тысяч на 20 вот это вторая часть вопроса и как вы такую возможность я вообще честно говоря надеюсь мы в последнее время достаточно неплохую видим статистику по штатам но давайте не будем последние нонфармы брать когда нас откровенно порадовали 38000 по моему тогда порадовали согласен все хорошо активно продавали доллар все было замечательно сейчас же я склоняю к тому что количество заявок будет меньше прогноз увеличение на одну тысячу на две тысячи это это не изменение изменение этих индикаторов это на 20 ну на 15 тысяч вот это изменение если будет снижение этого показателя хотя бы тысяч на 15 на 20 где-то к отметке тысячу 250 тысяч 245 240 тысяч вот это будет хорошим показателем и думаю что на этом на этих новостях может хорошо сходить как минимум отметка должна быть ниже чем 258 это показатели за вторую третью неделю лучше всего где-то 245 250 вот тогда у доллара будет шанс на нормальное ценовое движение именно на укрепление доллару сейчас для того чтобы укрепиться нужен хороший индикатор хороший показатель хороший драйвер почему потому что по индексу доллара сша очень близко варь на семи корень который уже долго не может пробиться соответственно просто так на каких-то там слабеньких еле-еле-еле данных мы не выйдем доллар не выйдет это нужно понимать если же будут подтверждения может быть краткосрочность и новое движение там на несколько пунктов но говорить о том что мы выйдем может быть даже и так в принципе такой сценарий я тоже рассматриваю что вне зависимости от того какие сегодня будут данные доллар сильно не укрепится почему потому что ну завтра намного важнее завтра нон фарма и все их ждут соответственно сегодня может рынок ну не то чтобы полностью проигнорировать но каких-то там глобальных изменений не принимать потому что все таки завтрашнего дня все ждут если будет завтра нормальный хороший нон фарма в идеале больше 200 тысяч тогда конечно же доллар пойдет и очень активно пойдет потому что это в принципе тогда будет сигналом для того чтобы рассматривать возможность поднятия процентной ставки если же нон фарма окажется ниже 170-160 то я думаю в принципе ближайший квартал никто не будет говорить в целом о поднятии ставки хотя и так наверное учитывая brexit поднятия ставок ближайший квартал это с моей точки зрения на 100 процентов нет декабрь ну может быть нужно смотреть потому что вот такие результаты референдума это естественно сразу же говорит о том что мировая экономика будет замедляться есть очень много факторов неопределенности есть очень много факторов риска соответственно куда штатам еще дальше управлять свою валюту против евро против того же самого фунта поэтому нужно ожидать как минимум комментариев от штатов каких-то таких мягких для смягчения доллара потому что я не думаю что им они начинают сейчас экономика действительно начинает показывать неплохую статистику и сразу же на самом старте обрубать все сильным долларом я не буду у меня вот такие мнения понял вас спасибо большое роман за ваш обзор ответа на вопросы хорошего вам дня и удачи на рынке сегодня спасибо до свидания спасибо до свидания